Анатолий Храпчинский, авиаэксперт, заместитель директора украинской компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, подключается к нашему эфиру. Анатолий, здравствуйте, рад вас видеть. Добрый день. Что вы можете сказать по поводу вот этих 300 самолетов, во-первых, россиян? Насколько это опасная угроза? Насколько активно они могут вести действия в каких регионах? И действительно, насколько реально, чтобы мы получили эти 120-130 самолетов для ответа? Давайте начнем с того, что если мы говорим о 300 самолетах Российской Федерации, то здесь имеется в виду и стратегическая тактическая авиация, которая использует, допустим, авиацию для ударов по территории Украины. Это и запуск круатых ракет со стратегических самолетов, и круатых ракет, допустим, с той же тактической авиацией, малой и средней дальности ракеты. Ну и пуск самое больного для нас, это авиабомб. Поэтому я бы сказал, что в принципе да, то есть есть такое большое количество со стороны Российской Федерации, но надо не забывать, что где-то такое же количество было вооруженными силами Украины, утилизировано российских самолетов. В принципе, если мы говорим о уничтожении, то, допустим, если берем один слот Су-34, то за два года полномасштабной войны Украина умудрилась сбить количество этих Су-34, которые Россия строила с 2018 года. То есть, в принципе, мы говорим о том, что Россия все-таки не получила паритета в воздушном пространстве, она не может залетать на территорию Украины. То есть, вначале, если на полномасштабном вторжении мы говорили о том, что они залетали, допустим, для того, чтобы бомбить некоторые города, то сейчас они этого не могут делать, во всяком случае. То есть, все, что они пытаются делать, это скидывать кроватые бомбы. Относительно тех возможностей, которые могли бы нас усилить, а это получение самолетов F-16, я бы сказал, что на самом деле, если мы говорим о количестве 120 штук, то тут следует обратить на тот фактор, что, в принципе, если мы говорим о самолетах, которые бы могли нам предоставить наши партнеры, то это малое количество, которое они могут предоставить, на самом деле они могут и больше. Потому что, если мы говорим о модели F-16, на которой у нас переучиваются и пилоты, и переучивается наш технический состав, и оборудуются для этого наши наземные возможности, то есть аэродромы, то я думаю, что наши западные партнеры могут предоставить больше. Если же мы говорим о выполнении задач, то тут нужно понимать, что какое бы количество самолетов мы ни получили, они будут, соответственно, направлены на те нужды, которые в комплексе не смогут решать. Если мы говорим, допустим, о получении одной эскадрильи самолетов F-16, одной и двух эскадриль, это порядка 18 самолетов в одной эскадрилье, если мы считаем по натовским стандартам, а Украина сейчас переходит на натовский стандарт, то мы можем говорить о существенном усилении противодействия, допустим, ракетно-массированным обстрелам, противодействия шахедам, когда мы говорим о том, что даже за счет 20-мм пушки, которая находится на этом борту, можно будет уничтожать шахеды. Ну и, допустим, за счет радиолокационного оборудования, которое оборудовывают эти самолеты, в основном есть очень много разных информаций по поводу комплектации этих самолетов, которые мы получим. Я бы сказал, что, в принципе, если мы говорим о самолетах от наших партнеров, то тут все самолеты будут не менее класса Блок-42, что позволит нам видеть вражескую авиацию на расстоянии 300 км и уничтожать ее минимум на 185 км. Поэтому, в принципе, возможности этих самолетов будут достаточно хорошие, но при этом в зависимости от количества этих самолетов мы сможем говорить, как мы их сможем использовать. Либо только для защиты воздушного пространства, либо мы уже начнем их задействовать активно, допустим, на линии фронта, когда мы сможем выбивать не только тяжелую технику на земле, но и, допустим, мы говорим о логистической складовой, то есть это склады, пути подхода, разное тяжелое вооружение, которое стоит на земле. Ну и плюс, конечно же, отогнать российскую авиацию от линии фронта, потому что это самая главная сейчас задача, потому что мы видим, как они с помощью КАБов ровняют украинские города и этим продвигаются на фронте. Поэтому уже, как говорится, если будет порядка четырех эскадриль, то мы сможем говорить, что, допустим, сможем выполнять задачи как на линии фронта, так и по охране воздушного пространства в целом. Ну и более того, мы можем сказать о том, что мы сможем использовать их на приграничных и прифронтовых областях для того, чтобы отгонять российскую авиацию за счет уничтожения российских самолетов, которые будут пытаться скидывать авиационные бомбы. Но тут есть главная составляющая. Это о том, о чем сейчас мы начинаем говорить, и наше правительство начинает говорить. И президент уже заявляет о том, чтобы нам разрешили использовать западные образцы техники против территории Российской Федерации, потому что то вооружение, которое находится на самолетах F-16, позволит нам, допустим, выбивать ключевые стратегические объекты на территории Российской Федерации на расстоянии до тысячи километров от границы Украины. Поэтому и сейчас начинается активная беседа относительно эксплуатации и использования данных самолетов, потому что нужно будет и вражеские самолеты выбивать на территории Российской Федерации для того, чтобы уменьшить возможности их по запуску крылатых авиабомб либо ракет малой и средней дальности. Ну и дополнительно нужно выбивать логистику уже на территории Российской Федерации. Мы видим, как комплексно работает, допустим, средство западной техники с украинскими разработками. Это показательно. Сейчас можно посмотреть по ударам по Крыму, у которого не осталось ни одного носителя калибров, если мы говорим по острове Крым, допустим, со стороны Черноморского флота Российской Федерации. Ну и плюс авиация тоже хорошо выбивается за счет ударов атаканцами, за счет ударов штормшедоу, дополнительно с нашими возможностями, нашими ДПЛ. Анатолий, вот недавно кадры появились сил обороны Украины, нашего удара по опорному пункту оккупантов. Разместили они свои подразделения в одной из больниц города Волчанск, той территории, которую они контролируют. И тут стоит обратить внимание, как Дефенс Экспресс пишет, что могли быть использованы как раз бомбы JLSDB, также бомбы JDAM или ASM, Hammer. И речь идет о том, а почему с ними российские средства РЭП не справились. Ведь россияне не раз говорили, что буквально вот все кишит их средствами РЭП, они могут эти бомбы вот напрямую, прям с курса перенаправлять, чуть ли не, знаете, как нео в матрице их останавливать. Вот что вы видите сейчас в контексте борьбы между средствами РЭП? Насколько россияне ими сильны и какие наши позиции? Давайте начнем, наверное, с того, что мы в прошлом году активно слышали заявления во многих, и даже международных медиа, что, допустим, средства РЭП российские активно влияют на точность тех же Hammer, тех же Atacams и даже Excalibur и прочего другого. Но по факту, вот как вы сказали пример, а также я бы обратил внимание, все мы видели фотографии ударов по аэродрому Бильбек, когда было уничтожено, прицельно уничтожено два самолета МиГ-31 и топливный склад. То есть это мы говорим о том, что, в принципе, будь какие-то заявления о способностях российского РЭПа уменьшать точность ракет западного образца, это преувеличение. Все, что может российский РЭП, это пугать гражданскую авиацию в акватории Балтийского моря. Потому что тут же мы говорим о том, что, в принципе, об этой проблеме уже говорили давно, и предприняты все возможные решения для того, чтобы неэффективно было использование россиянами средств радиоэлектронной борьбы. Да, они могут влиять на, допустим, системы БПЛА, которые используют коммерческие каналы навигации, або там, ну, некоторое оборудование для канала связи. Но если мы говорим о использовании высокотехнологических вооружений, которые разрабатываются как для военных, то российский РЭП малоэффективен в этих образах. Как у нас ситуация состоит сейчас с РЭП? Насколько мы активно можем именно с помощью радиоэлектронной борьбы этих средств защитить позиции наших войск? Есть ли с этим проблема и над чем работаем? Сейчас идет работа активная по насыщению линии фронта непосредственно, скажем так, крайний рубеж — это то, что ставится в окоп или ставится на машину. Действительно, есть необходимость по масштабированию и увеличению таких, скажем так, девайсов, устройств для того, чтобы максимально насытить поле боя и защитить наших военнослужащих. Но нужно не забывать, что, в принципе, мы говорим о том, что это устройство крайнего рубежа и нужно смотреть в сторону увеличения возможностей наших за счет, допустим, создания систем, которые бы работали секторно на более дальние расстояния. Мы говорим о 5, 10, 20 километрах. Это позволит нам более быть эффективными и позволит нам находиться этим средством в более безопасных местах. Если говорить о украинских разработках, я бы сказал бы, что, в принципе, бытует мнение, что в Украине большинство количества производителей используют очень много китайских модулей. Это заблуждение. На самом деле, очень большое количество компаний. Мы, в частности, разрабатываем вообще свои генераторы и стараемся использовать больше европейские, американские компоненты. Ну и, в крайнем случае, выбираем Южную Корею. Поэтому я бы сказал, что направление и развитие систем радиоэлектронной борьбы в Украине сейчас идет на активном уровне. И есть уже некоторые решения, которые, в принципе, на несколько шагов вперед. И мы уже понимаем, к чему стремятся россияне, создавая свои системы и протоколы, допустим, для полета БПЛА и тех же самых FPV-дронов. Поэтому мы уже, это предусмотрев, есть у нас уже решения для того, чтобы протестовать. Но самое главное, что в чем сейчас есть, скажем так, непроблематика, на что нужно обращать внимание, это масштабирование для того, чтобы максимально обеспечить наших военнослужащих средствами радиоэлектронной борьбы, которые были бы эффективны на линии фронта. Вот читаю новость о том, что Всемирный конгресс украинцев в рамках инициативы United with Ukraine передал семи бригадам сил обороны 900 FPV-дронов на более чем 615 тысяч долларов. Понимаю, что 900 FPV-дронов – это фактически не на большое, не на длительное количество времени работы. А что у нас с FPV-дронами? Достаточно ли их сейчас производиться? И как у нас успехи с наличием FPV-дронов с автоматическими системами наведения, которые как раз могут, я так понимаю, обходить эти системы РЭП, которые Россия не ставит на свои бронемашины? Достаточно ли их количества и как мы сейчас их используем? Ну, если мы говорим о FPV-дронах, то это не обязательно там дрон, который будет безвозвратный. То есть есть FPV-дроны, которые со скидами и позволяют там выполнять несколько эмиссий. Поэтому я бы хотел сказать, что снова-таки, если мы говорим о украинских разработках, то они на самом деле есть очень-очень хорошие. И мы сейчас говорим о том, что мы уже выходим из сегмента, когда был дешевый дрон, потому что наши дроны появляются уже с тепловизионными камерами и с возможностями алгоритмов, скажем так, которые позволяют нам выявлять автоматически и захватывать цели. То есть мы говорим о том, что система искусственного интеллекта, то есть это уже становится обыденным. И мы уже видим, допустим, системы, которые позволяют один большой дрон, который поднимает большое количество маленьких дронов и выполняет в комплексе миссию. Но опять же давайте вернемся к тому, что на самом деле у Украины есть очень большие и хорошие разработки, как в средствах беспилотных, мы это видим, и по, допустим, использованию таких БПЛА надводных, как Sea Baby, так и воздушных БПЛА, которые мы видим, что они бьют и по лабуге, и долетают понад 1500 километров. Но главная задача стоит сейчас в том, чтобы все это как можно оперативнее синхронизировать и масштабировать. То есть в принципе, если мы говорим про масштабирование, то мы видим, что в этом году довольно-таки ускоренными темпами мы смогли производить такое количество дронов, что они бьют практически каждую ночь по стратегически важным объектам на территории Российской Федерации. Тут надо также сказать, что есть необходимость увеличения, допустим, производства более сложных ЭПИ-дронов, которые смогут работать самостоятельно, потому что главная задача сейчас — это автоматизация всех каких-либо процессов для того, чтобы, скажем так, увеличить эффективность, потому что, к сожалению, враг использует большое количество личного состава и техника, мы можем противоставить этому и наши высокие технологии, которые сейчас активно развиваются в Украине и имеют успехи. И со стороны западных партнеров есть уже такое активное внимание. Если мы, допустим, даже в прошлом году, когда мы встречались в офисе инноваций НАТО, нам предлагали какие-то разработки, то сейчас на встрече в Брюсселе у нас с нами уже разговаривали наравне, и нам предлагали, допустим, объединять усилия, если, допустим, производится западная компания, производится какая-то броня, там нам предлагали оборудовать ее средства на радиоэлектронную борьбу. То есть, в принципе, мы говорим о том, что наши западные партнеры видят очень хорошие результаты наших разработок, и поэтому уже предлагают объединять усилия для того, чтобы бороться с врагом. Но, тем не менее, при всем этом мы говорим постоянно, что нам нужно масштабирование и увеличение финансирования, потому что война масштабная и требует большого количества средств, как средств радиоэлектронной борьбы, так и фивидронов, и тяжелого вооружения, и, в принципе, Украина способна обеспечить этим. Тут вопрос, главное, финансирование. Будем надеяться, что с этим будет меньше проблем, учитывая американские транши. Ну, понятно, да, дроны – это отдельный сегмент, но, тем не менее, если на одном фронте хотя бы с поступлением оружия будет легче, то, возможно, какую-то часть можно будет на закупке дронов отправить. Анатолий Храпчинский, авиаэксперт, заместитель директора украинской компании по производству средств РЭП, был в эфире телеканала «Фридом». Спасибо вам, до свидания. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.